добрый день в этом видео я расскажу как собирается машина времени есть две версии без чисел и с числами про первую я уже рассказывал если у вас такая то ссылка на обучающий материал есть в описании с числами будет сложнее здесь потребуется даже некоторые алгоритмы для того чтобы завершить сборку на двух последних гранях физически эти головки одинаковые в основе кубика 2 на 2 и вращаются центральные элементы но здесь нужно еще раз ставить числа в правильном порядке и сделать это нужно на каждой грани числа от 1 до 12 как циферблат часов в сборке будет два этапа этап кубика 2 на 2 и сборка центров или чисел если вы умеете собирать кубик 2 на 2 либо машину времени без чисел то первый этап можете пропустить для всех остальных я вкратце покажу как это делается на втором этапе мы будем собирать числа и первые четыре грани соберутся легко то даже часть двух последних тоже будет не сильно сложно но в конце придется немного потрудиться а также возможен паритет где нужно поменять местами два числа об этом я расскажу в самом конце видео чтобы перемешать машину времени мы вращаем как 2 на 2 и вращаем центральные кольца хорошо перемешанная головоломка будет в том случае если рядом не будет чисел одного цвета по порядку то 11 12 по порядку это нехорошо значит нужно разбить вращаем в одном направлении меняем здесь тоже и так до тех пор пока хорошо не перемешается примерно так выглядит хорошо перемешанная головоломка числа разноцветные но если одного цвета то стоят не по порядку переходим к первому этапу классическом кубике 2 на 2 на первом этапе нужно собрать первую сторону ну к примеру белую это делается интуитивно либо при помощи алгоритм под названием пиф-паф вот посмотрим три белых элемента стоят рядом и кажется что можно сюда поставить четвертый но если следовать методу для начинающих здесь должны быть цвета одинаковые значит пока сборка у нас не так уж и хорошо идет рядом с бело-синим уголком нужно поставить другой бело-синий для начала его нужно найти ищем его сверху сверху такого нет ищем в других местах он нашелся вот здесь где бы он не нашелся его надо поднять на верхнюю грань вот с этого мы начинаем сборку его держим снизу слева спереди а следующий просто поднимаем наверх вот он отсюда его можно поставить рядом и теперь вот эти два элемента стоят хорошо рядом с этим должен быть бело-красный сейчас он удобно стоит давайте посмотрим где он еще может быть может быть здесь тогда если у нас собрано пока только два можем его просто вот так вот опустить может он быть здесь но в таком виде белым цветом вверх если мы его опустим вот так то цвета не будут совпадать в этом положении можем отвести его вот сюда и отсюда вот таким движением поставить на место и цвета будут совпадать также может располагаться здесь но вот так то есть белым цветом направо и тогда нам пригодится тот самый пиф-паф о котором я говорил то есть если нужный цвет который должен быть снизу обращен вправо мы делаем следующее движение поднимаем правую грань поворачиваем верхнюю грань по часовой опускаем правую грань и верхнюю грань возвращаем вот элемент становится на место ну и последний уголок мы пиф-пафами будем ставить то что можно конечно поставить вот так но тогда вот этот элемент разрушится на этого нам не нужно располагаем над своим местом и делаем пиф-пафы до тех пор пока угол не встанет туда куда нужно напомню что кубик 2 на 2 состоит из восьми внешних элементов и все эти элементы углы у них по три грани если белая наклейка обращена вверх нужно сделать 3 пиф-пафа один пиф-паф второй пиф-паф третий пиф-паф и тогда грань собирается если белым цветом обращен на нас то можно сделать пять пиф-пафов либо один обратный то есть мы сначала поворачиваем верхнюю грань потом поднимаем правую возвращаем верхнюю и опускаем правую ну и классический случай когда белый цвет обращен вправо делаем один пиф-паф так мы собираем первый слой на кубики рубика сделаем то же самое на машине времени найдем какой-нибудь белый уголок бело-оранжево-синий вот этот цвет дублирует вот этот поэтому можно на него тоже ориентироваться рядом с ним нужно поставить тоже белый синий уголок ищем его он нашелся вот здесь этот белым цветом опускаем вниз а это поднимаем повыше видим что белый сверху можем отвести сюда и двойным движением поставить рядом но стоит помнить что для движения нужно вот эти кольца ставить так чтобы прорези совпадали с линией движения 2х2 иначе вращаться не будет первые два угла есть здесь нужен бело-красный это бело-зелено-оранжевый вот этот бело-красный подводим поближе белый цвет справа сделаем пиф-паф ну три хода пиф-пафа третий уголок есть сюда оставшийся белый ищем здесь нет вот он бело-зеленый из такого положения можно сделать обратный пиф-паф и все встанет на свои места отводим поднимаем возвращаем возвращаем проверяем здесь белый кружок и вот эти нижние цвета совпадают значит первый слой собран правильно далее на кубике рубика нужно развернуть верхние углы желтой стороной вверх сейчас два уголка ориентированы правильно а два нет независимо от того сколько углов правильно развернуты это может быть один угл два угла все углы либо ни одного мы делаем одно и то же перехватываем кубик желтой стороной влево то есть первый слой который мы собирали должен быть справа после чего смотрим вот на этот уголок задний левый верхний если он повернут правильно а желтый должен быть слева то мы его пропускаем подворачиваем следующий если нужный цвет направлен вверх то мы делаем четыре пиф-пафа первый пиф-паф второй пиф-паф третий пиф-паф четвертый пиф-паф уголок развернулся как надо не обращаем внимание что здесь все перемешивается если будем делать правильно то все восстановится далее важно кубик не перехватываем вот так вот делать нельзя а просто поворачиваем левую грань на себя и смотрим на следующий уголок если он развернут не тем цветом смотрим куда направлен желтый если желтый направлен назад делаем два пиф-пафа первый второй так делаем до тех пор пока все углы не развернутся в нашем случае развернуть нам было два угла этап завершен развернем углы и на машине времени мы видим по верхнему центру на белый снизу что здесь только один элемент будет правильно развернут вот так же желтый уголок торчит а значит три остальных нужно развернуть обращаем грань которая должна быть желтой налево и смотрим на вот этот элемент задний верхний левый желтый цвет направлен вверх значит делаем четыре пиф-пафа первый второй третий четвертый проверяем стало хорошо подворачиваем следующий здесь тоже желтый цвет направлен вверх значит и еще четыре первый второй третий четвертый уже три подворачиваем следующий желтый опять вверх значит еще четыре первый второй третий четвертый четвертый проверяем здесь все желтое но эти уголки тоже желтые для перестановки уголков на классическом кубике 2х2 в методе для начинающих я рекомендовал алгоритм из кубика 3х3 можно использовать разные но просто этот уже изучен поэтому его легко применять и для 2х2 если вы не собирали кубик 3х3 то придется его выучить если собирали то просто применить алгоритм меняет два задних уголка местами удобно найти два угла которые стоят правильно друг относительно друга вот эти два угла зелеными сторонами совпадают и можно их пододвинуть так чтобы одна из граней собралась полностью зеленая грань остальные пока не собраны боковые и вот эти два угла нужно поменять местами располагаем их сзади так чтобы перед нами была собранная грань и делаем следующие движения правая грань на себя верхняя грань два раза неважно в какую сторону правая грань от себя верхняя грань два раза опять неважно в какую сторону правая грань на себя передняя грань по часовой стрелке, потом пиф-паф, который мы уже делали, правая грань на себя, передняя грань против часовой, правая грань дважды, неважно в какую сторону, и верхнюю грань доворачиваем против часовой стрелки. Кубик становится собран. Бывает такое, что на верхней грани нет уголков, которые совпадают цветами. Зеленый-синий, красный-оранжевый, синий-зеленый, оранжевый-красный. Тогда у нас не получится поставить правильные уголки перед собой и поменять только задний. Здесь можно использовать специальный алгоритм под названием копье, либо использовать предыдущий дважды. Берем кубик любой стороной, главное, чтобы первый слой был снизу. Делаем тот же самый алгоритм. Правая грань на себя, верхняя два раза, правая от себя, верхняя два раза, правая на себя, передняя по часовой, пиф-паф. Правая грань на себя, передняя против часовой, правая грань дважды и верхняя против часовой. Осматриваем, что получилось. Видим, два красных уголка стоят рядом. Можем их подвести, к красной грани. И вот одна грань собрана, а два задних уголка нужно поменять местами. Просто из этого уже положения делаем алгоритм еще раз. На себя два раза, от себя два раза, на себя переднее по часовой, пиф-паф, на себя, переднее против часовой, правое дважды, вверх, доворачиваем против часовой стрелки. И кубик собран. Ну и переставим уголки на машине времени. Видим, что здесь зеленый и зеленый стоят рядом. Это хорошо. Значит нужно переставить только вот эти два угла и достаточно одного применения алгоритма. Либо из этого положения делаем алгоритм из метода для начинающих, либо из такого положения можно сделать T1. Я сделаю первый. Правая грань на себя, верхний слой два раза, правая грань от себя, вверх два раза, правая на себя, передняя по часовой, пиф-паф, правая на себя, передняя против часовой, правая грань дважды и доворот. Проверяем. Зеленый-зеленый, оранжевый-оранжевый, синий-синий, красный-красный. Этап 2 на 2 завершен. На втором этапе собираем числа. Причем белые числа должны быть на белой грани, а эта грань желтая. В основном тут все собирается интуитивно. И первые четыре таких вот кольца таким образом и соберем. Удобно собирать 6 чисел подряд от 1 до 6, от 7 до 12 и потом объединять. Начнем с белых чисел. Вот число 1. Рядом с ним нужно поставить 2. Поищем. Ну вот 2. Чтобы не разрушать уже собранный этап 2 на 2, мы будем делать возвратные движения. Располагаем 1 слева от вот этой линии, которая совпадает с движением кубика 2 на 2, а число 2 справа. Соединяем, отводим в сторону и возвращаем первое движение. Вот уже 1, 2. Дальше нужно 3. 3 где-то здесь. Повторяем процедуру. Тройку ставим справа, 1 и 2. Ставим слева. Подводим. Отводим в сторону. Возвращаем. Видим, что четверка стоит вот здесь. Прежде чем ее поставить в это место, нужно отсюда убрать. Подведем опять к нашей линии. Отведем четверку на другую грань. Здесь сдвинем в сторону. Отменим первое движение. Теперь мы разделили. Ставим тройку сюда. Четверку с другой стороны. Не крутится. Подворачиваем кольца. 1, 2, 3, 4. Отводим в сторону. Возвращаем. Дальше нужно 5. 5 и 6 у нас вот здесь. Делаем все то же самое. 4 здесь, 5 здесь. Объединяем. Отводим в сторону. Возвращаем. Шестерка. Аналогично. Что-то сдвинулось. Получилось половина кольца от 1 до 6. Все числа правильные. И эту половину кольца нужно отправить на белую грань. Удобно расположить это полукольцо справа и отправить на противоположную грань. То, что белая напротив оказалась. Двойным движением ставим сюда. Поворачиваем. Чтобы белые числа остались возле белых центров. И отменяем первое движение. И вот у нас уже 6 чисел на местах. Теперь аналогично собираем с 7 по 12. Смотрим здесь. 8, 12, 9, 11, 7. Можно, в принципе, собирать в любом порядке. Но я пока именно 1, 2, 3 и так далее буду собирать. Можно, кстати, половину делать. И не обязательно с единички. Не обязательно с семерки. Это уже как удобней. С опытом поймете. 7, 8. Отменяем. Сейчас я сделал двойное движение. И отменил тоже двойное. Но в другую сторону. Потому что двойное неважно, в какую сторону вращать. 7, 8. Нужно 9. 9 здесь. Соединяем. Отводим. Возвращаем. Дальше. 10. 10 не вижу. Видимо, здесь. 10. Десятку ставим справа. Этот набор слева. Подводим. Отводим в сторону. Возвращаем. 7, 8, 9, 10. Здесь я вижу 11. Можно поступить следующим образом. Поставить 11 справа. А это где-нибудь, лишь бы не сломалось при таком движении. Отводим 11 на соседнюю грань. Подводим сюда десятку. Возвращаем. Число 12 где-то было. Ставим справа. И получается, двойным движением объединяем. Отводим. И отменяем первое. Теперь. Белая грань здесь. Белое полукольцо здесь. Ставим справа. И это полукольцо тоже справа. Поднимаем. Ставим нижнее на место верхнего. Отводим в сторону. Возвращаем. Получается, от 1 до 12 в правильном порядке. Первая грань собрана. Далее удобно собрать противоположную. Если начали с белой, то значит будет желтая. Здесь видим, что есть числа 5, 9, 7. Значит, с 1 до 4 надо собрать на боковых. У нас белое справа, желтое слева. Ищем первые числа. Вот есть 1, 2 и 3. Соединяем. 1, 2, 3. Соединяем. Опять похожа ситуация. Четверка стоит не там, где надо. Отводим на соседнюю грань. И теперь их совместить удобно. Помним, что пятерка была на желтой грани. Можно, к примеру, сделать так. Это справа, это слева. Соединяем. При желании можно эту компанию оставить как на этой грани, так и перенести на эту. Я перенесу на желтую. А значит, нужно повернуть эту комбинацию на правую часть кубика. Поднимаем. И вот у нас тут уже 1, 2, 3, 4, 5. Но вместо шестерки девятка. Поищем шестерку. Ну вот шестерка. Ставим рядом с пятеркой. Видим, что здесь остались еще желтые элементы. Отсюда с ними работать не очень удобно. Поэтому бывает полезно их отсюда перенести на другую грань. Если на ней уже есть желтые элементы, то лучше их разместить справа. И эти справа. Так, чтобы при таком движении они все с грани ушли. Здесь тогда поворачиваем, чтобы все желтые оказались слева. И возвращаем первое движение. Теперь все желтые элементы на этой грани. А вот эта половина кольца пустая. Собираем с семерки по 12. 12, 8, 7. Число 7. Рядом ставим 8. Объединяем. Видим, что девятка вот здесь вот рядом. Если мы отменим прямо сейчас, то она останется на этой грани. Поэтому можно чуть-чуть еще повернуть. И отменить уже вот так. Тогда девятка уже на отдельном кольце. Ее можно поставить сюда. Ставим. Здесь десятка. Отведем. Пододвинем. Соединим. Число 11. Хочется сделать так же. Отвести, подвернуть и так далее. Но мы тогда сломаем здесь число 7. Поэтому придется отвести на соседнюю грань и сделать стандартным способом. Остается 12. А вот 12. Соединяем. И отменяем. Располагаем желтое полукольцо справа. И это справа. Но с тем же успехом можно оба поставить слева и сделать зеркально. Поднимаем. Отворачиваем. Возвращаем. И вот вторая грань готова. Дальше можно собирать любой цвет, но обычно я собираю синий. Вот как раз синяя единичка есть. Ставим слева. Ищем двойку. Вот двойка. Получается на противоположную грань. Тройка была там же. Подводим. И точно таким же образом совмещаем. Пятерку видим. Нужна четверка. Четверка здесь. Ну и пятерка тоже должна встать на место. Число 6 отведем на соседнюю грань. И после этого соединим. Получили синий полукольцо. Синяя грань здесь. Чтобы вот это синее число не осталось на этой грани. Расположим с правой стороны. А кольцо будем ставить слевой. Ставим сюда. Разворачиваем. И вот это синее число уйдет на другую грань. А здесь синих не останется. И это удобно. Число 7. Рядом нужно поставить 8. Ставить здесь. Объединяем. Дальше 9. 10. 11. Находится здесь. И 12. Чтобы не сломать собранное. Введу 12 сюда. Восстановлю. И после этого поставлю. Еще полукольцо готово. Можно здесь некоторые ходы сокращать. С опытом это придет. Здесь полукольцо справа. Значит, это ставим тоже справа. Поднимаем. Разворачиваем. Опускаем. Готово. Третья грань. Ну, соберем следующую оранжевую. Лучше не собирать напротив. То есть, белую, желтую. Потом синюю. После синей, либо красную, либо оранжевую. Пусть будет оранжевая. Ищем единицу. Вот она. Рядом нужно поставить двойку. 2. 1. Отводим. Подворачиваем. Возвращаем. Теперь нужна тройка. Тройка здесь. Двойку ставим здесь. Четверку я заметил. Вот она. Дальше число 5. И шестерка. Здесь не ломается. Значит, делаем спокойно. Здесь есть еще оранжевое число. Надо его отсюда забрать. Но здесь не получится вот эти все оранжевые поставить с одной стороны. Поэтому неудобно будет семерку забирать. Сначала давайте соберем некоторые числа, чтобы они были поближе. Вот число 8. Вот 9. За семеркой потом вернемся. И всю кампанию я заберу наверх. Ну, наверное, зря. 8, 9. Отведем сюда. Десятку поставим сюда. Теперь 8, 9. Ставим здесь. Десятку так. То есть интуитивно можно и другими способами это делать. Одиннадцать. Отведу на соседнюю грань. И вот так вот подверну. Число 12. Ставим рядом с числом 11. Теперь число ставит компактно. Ставим их всех справа. И вот эту семерку подводим сюда. И здесь аккуратно можно их соединить. Полукольцо справа. Разворачиваем это тоже вправо. Ставим. Поворачиваем. Возвращаем. И здесь уже у нас 4 грани собраны. Дальше надо быть немного аккуратней. Приступаем к сборке двух последних граней. Здесь удобно собрать полкольца на одной грани и полкольца на другой. Можно любыми числами, но я собираю с единицы до шестерки и там, и там. Давайте зеленые с одного до шести соберем. Вот у нас 1, 2 и вон тройка. 1, 2 подниму наверх. И тройку тоже отправлю к ним. Здесь уже все близко, все сразу видно. Вот четверка. Дальше пятерка. И вот шестерка. Вот от одного до шести собрано. Удобнее было бы, конечно, собрать сначала 6 чисел с передней грани, чтобы полкольца поставить вот сюда. Но можно собирать и так. То есть мы собрали с одного до шести на зеленой грани и с одного до шести будем собирать на красной. Единица здесь. Отведем ее на красную грань. Рядом нужно поставить двойку. Главное не сломать уже собранное. Двойка. Тройка отправилась вверх. И вот почему получается неудобно. Мы не можем сейчас вот так вот повернуть, чтобы вот это не сломать. Для удобства я просто поменяю зеленую и красную грань местами. Либо можно было вот это полукольцо отправить временно на красную грань. Ну и сделаю проще. Вот так. От одного до шести. Теперь вот эту тройку красную я отправлю сюда поближе. Так. Поставлю и тут. Теперь из такого положения это делать удобно. При желании можно было и в другой ориентации все то же самое сделать. Три. Здесь четверка. Дальше. Число пять. Если мы его будем в таком виде, отправлять, то сломаем один, два, три, четыре. Поэтому для начала уже собранную комбинацию отправим куда-нибудь. Здесь пятерку вот так подвернем. Отправим ее сюда. Возвращаем один, два, три, четыре. Подставляем пятерку. Отворачиваем. Возвращаем. Число шесть. Видимо, с ним придется поступить точно так же. Один, два, три, четыре, пять. Отправляем на соседнюю грань. Шестерку. Подводим сюда. Возвращаем. Подводим пятерку слева. Ну и соединяем с шестеркой. Задача выполнена. Выполнена. Два полукольца с числами от одного до шести собрано. Теперь придется использовать алгоритмы. Так как интуитивно собирать дальше не разрушая. Это будет проблематично. Первый алгоритм из обычного кубика три на три используется для перестановки углов на верхнем слове. Движение следующее. Правая грань. От себя. Вверх. Против часовой. Левая грань. От себя. Вверх. По часовой. Правая грань. На себя. Вверх. Против часовой. Левая грань. На себя. Вверх. По часовой. У нас переместились углы. Этот перешел сюда. Этот сюда. А этот сюда. Если мы сделаем зеркальный алгоритм из такого положения, то будет следующая перестановка. Этот элемент сюда. Этот сюда. Этот сюда. Левая. От себя. Вверх. По часовой. Правая. От себя. Вверх. Против часовой. Левая. На себя. Вверх. По часовой. Правая. На себя. Можно довернуть, но мы видим, что уже собралось. На языке вращений эти движения будут звучать следующим образом. Р. Уштрих. Л штрих. У. Р штрих. У штрих. Л. У. И зеркальный алгоритм. Л штрих. У. Р. У штрих. Л. У. Р штрих. У штрих. На машине времени мы будем делать те же движения. Но правая грань это будет половина головоломки. левая тоже. А вместо верхней грани мы будем вращать кольцо. Этот алгоритм позволит нам перемещать вот это число сюда, это сюда, это сюда. Ну, а зеркальный будет делать следующую перестановку. Этот элемент сюда, этот сюда, этот сюда. Попробуем применить. Вот здесь должно быть число 7. Найдем его здесь. Вот 7. Если мы семерку поставим сюда, то 12 переместится на это место, 9 сюда. Ничего не сломается, но семерка встанет куда нужно. Поэтому сделаем. Я буду проговаривать алгоритм на языке о вращении, так обычно удобнее. Семерку ставим на это место. R. U' L' U R' U' L' U Видим, что семерка появилась там, где нужно. Здесь ничего не сломалось. Как бы от 1 до 6 так и осталось. Другой способ использования этого алгоритма. мы видим, что восьмерку было бы неплохо поставить вот сюда. Но перемещаем элементы справа налево мы только на передней грани. А тут синяя грань уже собранная. Поэтому можем перехватить, поменяв местами красную и зеленую. И переместить восьмерку вот сюда. При этом десятку придется поставить куда-то наверх. пока в какое-то случайное место, хотя можно и в правильное. Десятка должна стоять недалеко от 12. Вот здесь. Тогда число 10 мы поставим сюда. 9 перейдет сюда. Станет хорошо. И 8 перейдет сюда. Но сразу три числа станут на свои места. Для этого придется делать алгоритм слева. L штрих U R U L U R U Проверяем. 7 8 9 стоит хорошо. А здесь десятка стоит недалеко от 12. Можно вот сюда поставить 11, чтобы не забыть. Если мы поставим 11 вот сюда, то 7 перейдет сюда, 12 сюда. Пользы уже не так много, но 1 станет на место. Делаем алгоритм справа. R U L U R U L U 10 11 12. Но все бы хорошо, да только 12 на месте изначально не стояло. А значит вот эти движения были зря. Потому что я не заметил, что 9 стоит не там, где надо. Но тем интереснее. Смотрим здесь еще. Что можно сделать? Вот это число 7 можно поставить на свое место. Удобнее как раз ставить, чтобы числа шли по порядку. 7 поставим сюда, 11 перейдет сюда, 12 сюда. Ну 7 будет на месте. Еще важно ставить числа равномерно. Так будет удобнее. То есть собрать тут, собрать тут, пока не останется по паре чисел и там, и там. Ставим семерку L' U, R, U' L, U, R' U' 7 на месте. Можно поставить 8. 8 здесь. Поставим сюда, десятка сюда, 11 сюда. R, U' L' U, R' U' L' U' 7, 8. Нужна девятка, а они все здесь. И здесь все красные, но не в том порядке. Но будем использовать горизонтальное перемещение. Вот это число 11 неплохо поставить вот сюда, а 10 временно отправим на зеленую грань. То здесь место для 12. Либо мы можем отправить 12 туда, а здесь десятка подвинется сразу на свое место. Это наверное лучше. Причем сверху нужно забрать какое-нибудь зеленое неправильное число. Вот есть число 9, он стоит не там где надо. 12 сюда, 9 сюда, 10 сюда. Делаем алгоритм слева слева л штрих у р у штрих л у р штрих у штрих десятка на месте. Теперь можно 11 передвинуть сюда, а 9 поставить куда-нибудь наверх. Причем наверное уже на свое место. 9 давить будем слева, девятка сюда, десятка сюда, 11 на свое место. Два числа на своих местах будет. Л штрих у р у штрих л у р штрих у штрих 8 9 10 11 и сюда осталось только поставить 12 12 здесь 8 9 десятка здесь ну здесь только одно число здесь несколько поэтому можем опять перехватить чтобы здесь не разрушать уже собранное так но посмотрим если мы поставим 12 сюда то десятка станет сюда а 12 вот сюда и мы получим видимо паритет ну давайте 12 ставим на это место r u штрих l u r u l u у нас красная грань полностью собрана здесь же мы видим 12 1 2 3 и так далее хорошо 6 7 8 9 хорошо а 11 10 нужно поменять местами нет простого короткого алгоритма который позволяет поменять два числа местами но есть алгоритм который меняет местами три числа он нам сейчас сборке не пригодился но я его все равно продемонстрирую так как им же мы будем менять и два числа на красной грани поставлю вот таким образом и будем переставлять 11 12 и 1 используя тот же язык вращений делаем следующее движение вращаем правую грань дважды это движение r2 дальше движение u опять правую грань дважды но теперь вращаем на нижней грани делаем движение d штрих то есть красную сюда переводим опять правую дважды еще раз движение u чтобы здесь уже два других цвета сдвинулись опять правую дважды движение u штрих правую дважды делаем u штрих и снизу движением d ставим вот эти разные цвета слева и справа опять двойное движение смотрим что получилось было у нас 11 12 1 а стало 1 11 12 то есть единичка перешла сюда 11 перешло сюда а 12 перешло сюда то есть все прокрутилось по часовой стрелке и вот этим алгоритмом можно переставлять числа если у вас на одной грани остались три стоящие не так к примеру вот у нас ситуация вот три числа одно неправильное должно быть справа от хода движения и два неправильных слева если мы сделаем алгоритм еще раз то они еще раз по часовой стрелке переместятся r2 u r2 d штрих r2 u r2 u r2 u d одновременно и r2 смотрим что произошло единичка передвинулась еще на шаг вправо 11 сюда а 12 перекинулась сюда делаем еще раз и все должно встать на свои места то есть 11 перейдет сюда 12 сюда единичка сюда r2 u r2 d штрих r2 u r2 u штрих r2 u штрих d r2 и все числа стоят хорошо при желании можно расставить изначально по цветам числа в разнобой а потом этим алгоритмом их переставлять но первый алгоритм покороче мне кажется им удобнее то есть доводим первым алгоритмом ситуацию когда нужно переставить два или три элемента потом используем второй ну или до тех пор пока у нас не появляется паритет паритет в том что мы меняем только два числа 10 и 11 ну могут быть и другие какие-нибудь 12 и 1 что-то такое но если мы от 1 до 6 собрали и не сломали то это будет либо 11-12 10-11 9-10 какие-то такие числа как решить мы будем делать тот же самый алгоритм но несколько раз и в конце добавим одно движение ставим так чтобы один неправильный был слева другой справа таким движением чтобы они разделялись и следить будем за десяткой за правым числом в конце алгоритма добавим одно движение и будем повторять всю эту комбинацию 6 раз следим за десяткой выполняем r2 u r2 d' r2 u r2 u' r2 u' d r2 r2 и в конце мы делаем движение u2 а значит переставляем число 10 на то место где оно стояло то есть 1 2 то есть на два числа сдвигаем верхнее кольцо чтобы не перепутаться помним что 10 стояло здесь и сюда же мы его возвращаем мы выполнили алгоритм один раз нужно еще 5 10 находится справа видим что числа переместились ну так же по часовой стрелке 9 стояла здесь было правильно а 10 и 11 были неправильными 10 отсюда пошла сюда 11 отсюда сюда делаем алгоритм второй раз r2 u r2 d' r2 u r2 u' r2 u' d r2 опять десятка убежала делаем 1 2 это u2 сделали алгоритм уже дважды продолжаем r2 u r2 d' r2 u r2 u' r2 u' d r2 опять десятка здесь подворачиваем u2 алгоритм сделан уже трижды надо еще столько же десятка справа r2 u r2 d' r2 u r2 u' r2 u' d r2 десятка убежала делаем 1 2 ставим на место это 4 раза продолжаем продолжаем r2 u r2 d' r2 u r2 u' r2 u' r2 r2 1 2 это уже 5 раз делаем финальный и видим что уже 10 11 12 находится например на своих местах осталось их разок переставить десятка справа делаем шестой раз r2 u r2 d' r2 u r2 u' r2 u' r2 d r2 ну и u2 для красоты чтобы десятка вернулась на свое место ну теперь можно поставить 12 1 чтобы было совсем красиво и наслаждаться тем что машина времени с числами собрана паритет может быть а может не быть может хватить и первого алгоритма более короткого но если вам пару раз попадется паритет то алгоритм для его решения быстро запомнится так как выполняются одни и те же действия повторяются многократно как в кубике рубика пиф-паф тоже быстро запоминается главка позволяет собирать ее на скорость я это когда-то делал на канале есть подобное видео в принципе если бы не паритет то все решалось бы интуитивно что мы делаем алгоритм для паритета мы просто прогоняем число по кругу и паритет пропадает то есть получается стандартная ситуация где нужно поменять местами три элемента тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока в принципе а на этом все 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 Продолжение следует...